следующий следующий я нахожусь в отношениях на расстоянии уже больше трех лет живем в соседних странах и получается видеть примерно раз видеться примерно раз в месяц у нас очень хорошие отношения но я хочу большего хочу жить вместе и семью вот этих разговоров избегайте как изменить ситуацию если избегает значит он не хочет семью правда здесь все ясно он не хочет семью как изменить ситуацию как заставить его захотеть семью может быть как же это не за не заставить захотеть да в каждой шутке есть долю шутки а сделать выбор в пользу семьи с вами чем без вас вообще то есть если вы его поставите в такую ситуацию когда станет в такую ситуацию когда станет понятно что либо отношения уже перетекают семью либо он остается без вас и когда мужчина размышляет и говорит хорошо я согласен я хочу эту женщину в моей жизни будет семьях даю шею для отдаюсь в добрые руки только так а как создать эту ситуацию сказать к примеру ты знаешь дорогой я хочу семью и как бы я тебя не любила я хочу семью до детей может быть если ты не готов то я плыву дальше прости пожалуйста но ты моя жизнь это мой проект мне очень хочется семью очень жаль что ты не хочешь но я уважаю твой решение и все другое дело если вы боитесь что он скажет а я не хочу семью до свидания то есть тут надо для себя решить уже в конце концов что важнее дальше терять время или все-таки освободить себе это время предположим что он скажет маша иди я тебя благословляю на поиске твоего будущего мужа знаете если он не хочет если он скажет пусть лучше скажет сейчас чем через пять лет машинка себе никогда ничего не обещала иди уже ищет поэтому лучше сейчас лучше сейчас три года это очень много если он за три года не захотел ну знаете как может быть но все устраивает все устраивает раз в месяц вижусь может быть у него не одна женщина может же быть такое может быть в разных городах это очень удобно поэтому он вообще в принципе избегать этих разговоров не обязательно так она есть на самом деле не обязательно но есть такая возможность она существует то есть здесь не надо себя обманывать нужно внимательно посмотреть и сказать ну ему хорошо так он свободен же в другом городе у него там могут быть еще одни серьезные отношения или даже парочка правильно раз в месяц это очень мало поэтому что делать решить для себя все я хочу семью ну что я здесь делаю перспектив нет не такой уж я удовольствие получал раз в месяц ну как бы хорошо хорошо но это чудо мало этого хорошо потому что делаю от в от швартовую теплого дальше и говорим о пике я хочу семью я решила ну как бы все я пошла в поиске за все большое спасибо и все свободны если он скажет маша подожди не уходи а если нет ну значит ну вот так вот все конечно есть еще один вариант но у для смелых я не говорю что его нужно обязательно использовать но он есть и он хорош когда вы начинаете поиск другого мужчины просто не сообщая вот если вы боитесь потерять знаете как-то обезьянка пока она не схватила за одну ветку не схватилась за одну ветку она вторую не упустит ну а что в этом плохого ничего плохого правда он же не ваш муж ну и все разговоров он избегает ищите другого мужчину ищите мужчину выходите в поиск это может быть такое что люди же чувствуют наш внутренний мир вот он вдруг чувствует что вы ваши мысли куда-то ушли они уже не принадлежат ему 24 часа в сутки до тридцать один день в месяц они уже где-то бродят если вы ему дороги он может сам начать суетиться и сказать что то моя маша походу она уплывает из рук то есть это может быть хорошим индикатором а если он даже не забеспокоится продолжайте поиск найдите другого мужчину и оставьте уже этого спасибо ему за все как бы до свидания